Здравствуйте! Сегодня наша тема Принципы построения бочных шифров с закрытым ключом. Аннотация. В этой лекции рассматриваются принципы построения современных бочных алгоритмов операций, используемых в бочных алгоритмах симметичного шифрования. Структура бочного алгоритма требований к бочному алгоритму шифрования даются понятия сети пристиля. Цель лекции – познакомить студентов с принципами построения современных бочных алгоритмов симметичного шифрования. Литература. Используемая литература Басалова, основа криптографии, Бернард, криптография официального руководства, РСА, Секьюрити, Ищенко, введение криптографии, Суббов, криптографические методы защиты информации, Кобликс, курс теории чисел и криптографии, Лабонина – основа сетевой безопасности, Криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия, Левин – криптография без секретов. Понятие композиционного шифра. Комбинация нескольких подряд примененных простых шифров, например, перестановки или подстановки, дает в результате более сложное преобразование, называемое комбинированным композиционным шифром. Этот шифр обладает более сильными криптографическими возможностями, чем отдельная перестановка или подстановка. Вернемся к примеру из простейшей метода шифрования с закрытым ключом, в котором производится шифрование методом перестановки с фиксированным периодом. Пусть период перестановки D равный 6, а ключ К равный 436215. Это означает, что в каждом блоке из шести символов 4, четвертый символ становится на первое место, третий на второе, шестое на третье и так далее. Зашифруем с помощью выбранного ключа слово «сигнал». Как вы видите, сигнал при шифровании, использовании ключа К равный 436215. В итоге на выходе преобразуют слово «энглиза». В понятии композиционного шифра будем предполагать, что противнику известен метод шифрования. Он известен ключ. Если противник перехватит сообщение «энглиза», ему понадобится, как указывалось в простейшей методе шифрования, закрытым ключом не более 720 попыток. Для того, чтобы изучить 720 вариантов, на самом деле требуется не так уж много времени. Предположим, что на изучение каждого варианта у противника уходит одна секунда. Тогда на все 720 попыток потребуется всего 12 минут. Таким образом, не более чем за 12 минут работа противник узнает наш ключ и сможет в дальнейшем расшифровывать все сообщения, закрытые тем же ключом. Если же анализ производится с использованием компьютера для дешифрации «энглиза» и поиска ключа потребуется гораздо меньше времени. Каким образом можно усложнить задачу криптоанализа нашего шрифта? Можно увеличивать размер периода перестановки, то есть блока, в котором переставляются символы, например, до 1000 знаков. Однако, во-первых, перебор сотен и тысяч знаков на современных компьютерах производится за доли минуты, а во-вторых, при этом до 1000 символов возрастет и размер ключа. Такой ключ уже достаточно трудно запомнить и использовать. Попробуем пойти по другому пути и применим перед перестановкой блоки из 6 символов простую замену по методу Цезера, описанную в основные понятия криптографии. Обозначим ключ в методе Цезера К1. К1 больше равно 1, меньше или равно 31, а ключ при перестановке К2. Тогда общий ключ К равен К1, К2. Таким образом, если К равен 5 и 436 и 415, то значит, что вначале шифруемые символы заменяются по методу Цезера К5, а затем в каждом блоке из 6 символов производится перестановка с ключом 436 и 315. Выполним в два этапа шифрования слова сигнал. Первый этап замена сигнал, применяется ключ 1 равный 5, в итоге получается ЦЭТ. Второй этап перестановки ЦЭТ применяется ключ 2 равный 436 и 315, на выходе получаем террорция. Можно записать также и так. Количество возможных ключей в шифре Цезеря равное в нашем случае 31, поэтому общее число вариантов возможных ключей, пространство ключей в примененном комбинированном шифре, равное 31 умноженное 720 равно 2320. Таким образом, действительно, полученный комбинированный шифр значительно сильнее отдельно выполнения замены и перестановки. Для затруднения криткоанализа статистическим методом можно использовать наш комбинированный шифр дождик с одним и тем же ключом. Как вы видите, в результате двух подряд выполненных циклов шифрование слова сигнал превратилось в ухлочие. При этом пространство ключей шифра не изменилось, однако за счет двукратного шифрования статистические закономерности исходного текста замаскировались сильнее. В реальных шифрах также используются комбинации нескольких простейших операций над цепочками или блоками знаков. Для повышения криткостойкости эти операции выполняются циклически несколько раз, образуя раунды или шаги. На стойкость шифров влияют такие факторы, как размер блока, размер ключа, количество раундов шифрования. Современные шифры с закрытым ключом обрабатывают только двоичные данные, поэтому в них помимо обычных замены и перестановки применяются некоторые идеи специфические для двоичных чисел операции. Алгоритмы симметричного шифрования могут обрабатывать исходный текст блоками или потоком. В зависимости от этого различают бочные алгоритмы симметричного шифрования и поточные. Блок текста рассматривается как неотрицательное целое число, либо как несколько независимых неотрицательных целых чисел. Длина блока всегда выбирается равной степени двойки, например, 64, 128, 256 бит. Операции, используемые в блочных алгоритмах симметричного шифрования. Рассмотрим операции, используемые в большинстве алгоритмов симметричного шифрования. Будем при этом понимать, что рассматриваемые операции применяются по двоичным данным. Любая информация, например, изображение или текст, не могут быть представлены в двоичном виде. Благодаря этому при шифровании не приходится задумываться о смысле передаваемых сообщений. Одна из часто используемых операций – операция по битву сложения по модулю 2, а по значению, как вы видите, сорт или вверх. Эта операция имеет очень удобное свойство в вычитании по модулю 2. Есть то же самое, что и сложение. Поэтому один из оперантов может быть получен путем привлечения к сумме другого операнта. Также в бульсах алгоритмов шифрования широко используется операция сложения по модулю 2.32 или по модулю 2.16 степени. Эта операция представляет особое обыкновенное сложение без учета переноса в старший, детский, второй или 16 разряд результата. Например, сложим по модулю 2.16, 2.16 разряд числа. Перенос из 15 разряда обозначен в примере как единица в скобках и дальше не используется, и поэтому отбрасывается. Циклический сдвиг передвигает цепочку бит на некоторое число разрядов влево или вправо. Твоичное число при выполнении операции сдвига напоминает длинную гусеницу, выползающую с одной стороны туннеля и заползающую в другую. При циклическом сдвиге влево биты, выходящие слева за разрядную сетку, дописывается справа на освободившееся место. При циклическом сдвиге вправо все биты передвигаются цепочкой вправо, а те, которым не хватает места, переносятся в хвост цепочки. Например, мы выполним циклический сдвиг двоичного числа влево на 3 разряда. Для этого будем 3 раза переписывать двоичные цифры, каждый раз смещая их влево на 1 разряд и перенося знаки, выходящие из 15 разряда на место нулевого. Аналогично выполняется и циклический сдвиг вправо. Например, при сдвиге вправо на 3 разряда нулевой, 1 и 2 биты исходного числа выходят из разрядной сетки и запоминаются. Все остальные биты перемещаются вправо на 3 позиции. Затем запомненные цифры записываются на 13, 14 и 15 места. При выполнении табличной подстановки группа битов отображаются в другую группу битов при этой операции, один блок двоичных данных заменяется по определенному правилу или таблице другим блоком. Например, можно заменять каждую группу из 3 двоичных цифр в другую группу из 3 цифр последующей цифры. Вход и выход данных. Если каждое значение записанное в таблице вход и выход записать не в двоичном, а в десятичном виде, то ту же самую таблицу замен можно будет записать более кратко, например. Первая цифра в такой записи представляет значение на входе, а вторая на выходе. Если значение выход упорядочено по возрастанию в обычном порядке, то можно вообще не писать первую цифру, а записывать только соответствующее значение выхода. 3, 5, 0, 7, 2, 6, 1, 4. То есть в качестве замены для значения трехбитового блоку выбирается элемент из таблицы замен с порядковым номером, равным значению заменяемого блока. Если необходимо заменять группу из четырех двоичных цифр, таблица замен должна содержать уже 16 значений. В общем случае для n-битовых блоков таблица замен должна содержать 2n элемента. Табличную подстановку в литературе иногда называют заменой с использованием S-блоков или S-блоков. Буква S взята от латинского слова, от английского слова. Substitution. Постановка. С помощью операции перемещения биты сообщения переупорядочиваются. Перемещение называется также подмотейшен. Или P-блоком. Структура бочного алгоритма симметричного шифрования. Таким образом, в алгоритме симметричного шифрования часто используются операции сложения по модулю 2. Сложение по модулю 2, 16 или 2, 32 степени циклического сдвига, замена и перестановки. Эти операции циклические повторяются в алгоритме n раз, образуя это на так называемые раунды или шаги. Исходными данными для каждого раунда является выход предыдущего раунда и ключ, который получен по определенному алгоритму из общего ключа шифрования K. Ключ раунда называется подключем K. Это в результате бочный алгоритм шифрования может быть представлен следующим образом. Как вы видите на рисунке 1, структура бочного алгоритма симметричного шифрования. Бочный алгоритм шифрования применяется к обычным данным. В общем случае процедура бочного шифрования преобразовывает n-битный блок открытого текста к альбитный блок зашифрованного текста. Число блоков длины n равное 2n. Для того, чтобы преобразование было обратимым, каждый из таких блоков должен преобразовываться в свой уникальный блок, зашифрованного текста, длина блока всегда выбирается равной степени двойки, например, 64, 128 и 66 битов. Требования к точному алгоритму шифрования. К современному алгоритму точному шифрованию предъявляют достаточно жесткие требования, связанные с областью применения, возможностью реализации на различных вычислительных платформах и другими факторами рассмотрим основные истребования. Первый алгоритм должен обеспечивать высокий уровень стойкости, и эта стойкость не должна основываться на сохранении тайны самого алгоритма. Второе. Незначительное изменение исходного сообщения должно приводить к существенному изменению зашифрованного сообщения даже при использовании одного и того же ключа. Третье. Алгоритм должен успешно противостоять атакам по убранному тексту, то есть таким, чтобы нельзя было узнать ключ, даже зная достаточно много пар. Зашифрованное сообщение получено при шифровании с использованием данного ключа. Алгоритм шифрования должен иметь возможность быть реализованным на различных платформах, которые предъявляют различные требования, где наиболее быстрых приложений используется специальная аппаратура. Несмотря на это, программная реализация применяется также достаточно часто, поэтому алгоритм должен допускать эффективную программную реализацию на универсальных микропроцессорах. Алгоритм должен также работать на микроконтролерах и других микропроцессорах среднего размера. Алгоритм должен использовать простые операции, которые эффективны на микропроцессорах, то есть исключающие или сложение, табличные подсамолки, умножения по модулю. Не должно использоваться сдвигов переменной длины, победных перестановок или условных переходов. Алгоритм должен эффективно реализоваться на специализированной аппаратуре, предназначенной для выполнения операции шифрования и расшифрования, то есть реализация алгоритма в виде электронных устройств должно быть экономичной. Алгоритм шифрования должен быть применим во многих приложениях. Алгоритм должен быть эффективным при шифровании файлов данных или большого потока данных при создании определенного количества случайных битов, а также должна быть возможность его использования для формирования одностороннего хэш-функции. Алгоритм должен быть простым для написания кода, чтобы минимизировать вероятность программных ошибок. Также это дает возможность анализа и уменьшает закрытость алгоритма. Алгоритм должен допускать любую случайную строку битов нужной длины в качестве возможного ключа. Это называется иметь плоское пространство ключей. Не должно быть слабых ключей, обличающих криптоанализ. Алгоритм должен легко модифицироваться для различных уровней безопасности и удовлетворять как минимальным, так и максимальным требованиям. Некоторые уточнения необходимо сделать относительно пункта один, где получил высокую криптостойкость алгоритма шифрования. Обычно под высокой криптостойкостью понимают, что шифр должен быть стоить по отношению к атаке по выбранному тексту. Это автоматически подразумевает его стойкость по отношению к атакам по шифротексту и по известному тексту. Однако известно, что при атаке по выбранному тексту шифр всегда может быть взломом путем перебора ключей. Поэтому требования стойкости шифра можно уточнить в следующем образе. Шифр стоит при атаке по выбранному тексту. Если для него не существует алгоритма взлома существенно более быстрого, чем прямой перебор ключей. Интересно, что по состоянию на сегодняшний день ни для одного используемого шифра не доказано строго соответствия этому определению стойкости. Сеть Фейштеря. На рисунке 1 была представлена общая структура бочного логотипома шифрования. Понятно, что само преобразование данных выполняется в раундах или шагах шифрования. Какие же действия надо выполнить в данном раунде, чтобы в результате выполнения всего алгоритма получить надежно зашифрованные данные. Большой вклад в исследование принципов разработки блочных счетов внесли американский ученый Фейштер. Он, в частности, принимал участие в разработке системы шифрования Лицефер, фирмы IBM. Фейштер предложил структуру, называемую в настоящее время сетью Фейштеря. Сети Фейштеря получили широкое распространение, так как с одной стороны они удовлетворяют всем требованиям алгоритма синтетического шифрования, а с другой стороны достаточно просты и удобны в использовании. Раунд, организованный по сети, Фейштеря имеет следующую структуру. Входной блок делится на несколько частей равной длины. Эти части блока называются витами. Так, например, если блок имеет длину 64 бита, используются две ветви по трассе 2 бита. Каждая ветви обрабатывается по отдельности, после чего осуществляется технический сдвиг всех ветвей влево. В случае двух ветвей каждый раунд имеет структуру. Второй раунд сети Фейштеря. Функция Ф называется образующая. Каждый раунд состоит из вычисления функции Ф для одной ветви и побитого выполнения операции сумма по модулю 2, результатов Ф с другой ветви. После этого ветви меняются местами. Число раундов может быть различным для разных алгоритмов. В некоторых алгоритмах рекомендуется от 8 до 32 раундов, а в других больше. В целом увеличение количества раундов увеличивает криптостойкость алгоритма. Возможно, эта особенность и повлияла на столь активное распространение сети Фейштеря, так как для большей криптостойкости достаточно просто увеличить количество раундов, не изменяя сам алгоритм. В последнее время количество раундов не фиксируется, а лишь указывается в рекомендуемые пределы. В последнее время все чаще используются различные разновидности сети Фейштеря для 128-битового блока с четырьмя ветвями. Увеличение количества ветвей, а не размерности каждой ветви связано с тем, что наиболее популярными до сих пор остаются процессоры с 32-разрядными словами. Следовательно, оперировать 32-разрядными словами эффективнее, чем с 64-разрядными. В блочных алгоритмах, построенных на основе сети Фейштеря, основной операцией является вычисление образующей функции Ф. Эта функция использует под ключ раунда и одну вид входного блока для вычисления результата, именно тем, как определяется функция Ф в систему шифрования и отличаются друг от друга. В некоторых алгоритмах введены также начальные преобразования входного блока данных, придающие некоторую случайность входному тексту. Это называется рандомизация данных. Рандомизация производится для того, чтобы уменьшить естественную избыточность входного сообщения. В следующих лекциях рассматриваются некоторые используемые на практике блочные алгоритмы симметричного шифрования. Их описание в данном курсе и лекции нельзя считать абсолютно полным. Например, по приведенным описаниям трудно составить программу шифрования-расшифрования. Это связано с ограничением на объем данного учебного пособия. Однако все основные этапы рассматриваемых алгоритмов в учебном пособии приведены также как его особенности реализации и применения. Краткие итоги. В симметрично-бочных шифрах используются комбинации нескольких простейших операций над цепочками или блоками бит. Сложение по модулю 2, сложение по модулю 2, 16 или 2, 32 степени циклического цвета замены и перестановки. Для повышения криптостойкости эти операции выполняются циклически несколько раз, образуя раунды или шаги. На стойкость шифра влияют такие факторы, как размер блока, размер, включая количество раунду в шифровании. Алгоритм симметричного шифрования отличается способом, которым обрабатывается исходный текст. Возможно, шифрование блоками или шифрование потоком. Блок текста рассматривается как неотрицательное целое число, либо как несколько независимых, неотрицательных целых чисел. Длина блока всегда выбирается равной степени буты, например, 6425-256 бит. Блочное алгоритм симметричное шифрование может иметь в своей основе сеть схемы фришителя. В этом случае входной блок делится на несколько частей равной длины ветви. Ветви обрабатываются по отдельности, после чего осуществляется циклический сдвиг всех ветвей влево. По итогам лекции, пожалуйста, идите на несколько вопросов. Первый. Какой шифр называют комбинированным или композиционным шифром? Какие факторы влияют на стойкость блочного алгоритма шифрования? Какие простейшие операции применяются в блочных алгоритмах шифрования? В чем отличие блочных алгоритмов шифрования от поточных? Что понимается под раундом алгоритма шифрования? Каковы требования к блочному алгоритму шифрования? Почему блочный алгоритм шифрования должен иметь простую и понятную структуру? Что понимается под требованием высокой гриппостойкости алгоритма шифрования? Что представляет собой сеть схемы? Спасибо за внимание. До свидания.